Дорогие друзья, я боялся опоздать на чемпионат мира, но когда приехал, понял, что зря переживал, потому что чемпионат мира 2015 года начался не со сборки ногами, как предполагалось, и даже не с регистрации, а с небольшой задержки. Сейчас уже 8.45 по местному времени. Регистрация должна была начаться 15 минут назад, но она не началась. И тут такая вот приличная толпа людей. Вот один парень немножечко обособленно крутит кубик 6х6 или 7х7. А вот целая огромная-огромная толпа людей. Их здесь действительно очень много, посмотрите. И среди них есть очень известные личности. Вот, например. Надеюсь, узнаете. Это Феликс Зендекс. Вот сегодня мы с ним и познакомимся, наверное. Ой, смотрите, сколько автомобилистов. Сигналищу. Что происходит вообще непонятно. По-моему, это какая-то акция. Демонстрация какая-то. Что там написано, даже разобрать не могу. Вот это я попал в Бразилию. Интересно, интересно. Написано эсколар. Не знаю, что это означает. На всех проезжающих мимо машинах написано эсколар. Это явно какая-то акция и, скорее всего, акция протеста. Только против чего протестуют эти люди, я пока не понимаю. Ну вот, спидкуперы пошли. А машины остаются стоять в пробке и сигналить. Громко-громко сигналить. У меня скоро начинается сборка ногами. Поэтому мне надо успеть зарегистрироваться. Я вчера сюда пришел посмотреть, как проходит подготовка. Ну и вообще понять, как сюда ехать. И выяснилось, что меня тут знают и ждут, потому что я единственный представитель России. Вот так вот. Смотрите, сколько этих машин едет. Они вообще нескончаемым потоком идут. Вот так начало Чингтоната мира. Столько неожиданных поворотов сразу. А еще мотоциклисты толпой теперь едут. Они, видно, тоже против чего-то протестуют. И спидкуперы тоже большой-большой группой отправляются к стойке регистрации. Далеко не я один здесь с камерой. Представители Японии. Представители других стран. Это Германия. Вот известный немецкий спидкупер Себастьян Ару был на ваших экранах. Он знаменит тем, что очень грамотно собирает на количество ходов. Ему принадлежит мировой рекорд, равный 25 по среднему результату. Единичная попытка. 20 ходов. И принадлежит она японскому спидкуберу. Если я не ошибаюсь, его зовут Тамаки Акаяма. Кубики, мимо которых невозможно пройти, они указывают нам путь. Главными ориентирами для спидкуперов сегодня являются именно вот эти знаки и символы. Дорогие друзья, вот как происходит процесс регистрации участников на чемпионат мира. Очень много народу. Очень. И здесь группами люди стоят и всегда у всех в руках кубики. У одного меня в руках паспорт вместо кубика. Но он тоже как кубик, поэтому нормально. Пойдет. Просто у меня в портфеле, я не знаю, черт ногу сломит. У меня чего там только нет. И кубик сейчас достать для меня вообще очень проблематично. Особенно с учетом того, что в одной руке у меня паспорт, а в другой камера. Я двигаюсь дальше. Вот он тот самый парень. Феликс Эндекс. Который главный фаворит этих соревнований. Много людей, собирающих кубик меньше, чем за 10 секунд. Возникает вопрос, что я здесь делаю. Более того, здесь есть парень, который собирает кубик за 20 секунд. Но не руками, а ногами. И он, кстати, местный бразилец. Я уже прошел регистрацию и уже началась сборка ногами. Меня, правда, еще не вызвали. Поэтому пока жду, воспользуюсь случаем, воспользуюсь паузой и расскажу вам о том, что мне дали на регистрации. Регистрация, кстати, была не очень организованная. Как мне сказали, южноамериканская организация. Вот. Мне дали бейджик, естественно. Вот такой вот фиолетовенький. Весь персонал в фиолетовых кофточках. Вот они. Их сразу видно. Вот люди, собирающие ногами. Пока все очень скромно, тихо, без лишнего шума. Вот. Ну, а что касается других подарочков. Мне дали сертификат, в котором говорится о том, что я участник этого чемпионата мира. И я его сейчас аккуратненько сложу, чтобы не помять. Потому что этот сертификат мне еще где-нибудь да пригодится. Где-нибудь импантанусь. Вот. Мне дали мое личное расписание, в чем и когда я участвую. Но стоит отметить, что моя сборка ногами должна была состояться в 9.00, а сейчас уже почти 10. Поэтому это расписание, которое здесь написано, уже, скорее всего, не актуально. Вот. Еще мне подарили вот такую вот сумку. Не понял, зачем. Но она прикольная. Останется память о Бразилии. Вот. Вот. Еще подарили еще одну сумку. Она уже однозначно будет ассоциироваться у меня с чемпионатом мира 2015 года. Или с туалетом 2015 года. Потому что WC это не только World Championship, но еще и, сами понимаете, что... В ней, в ней, в этой сумке подарочек, кубик Рубика. Вот такой вот скоростной. Кстати, с ним будет кое-что интересное связано. Будет конкурс под названием Super Solve. И, в общем, можно будет использовать только вот этот кубик. И самое что интересное, скрамбл будет известен. И нужно будет просто как можно быстрее открутить этот скрамбл. У каждого участника будет две попытки. После чего лучшие из участников пройдут в финал и поборются за главный приз. Я не знаю, что там за приз. Но это, в общем, не особо важно. Потому что это так. Дисциплина подурачится. Вот она, собственно, сумочка. Я ее уже показал. И футболочка. Красивая-красивая футболочка. Мне прям очень нравится, если честно. На спине написано World Championship. Здесь этапа. Rubik's и World Cube Association. Все, что нужно, все есть. В общем, начало чемпионата меня радует. И, честно сказать, радует даже то, что он вот так вот не очень организованно начался. Потому что это все равно запомнится. Если бы все было по расписанию, если бы все было четко, это, скажем так, не такие впечатления оставляет. А все эти очереди, все эти приколы, которые в очередях происходили. То, что я успел с Феликсом Зендексом сфотографироваться, стоя в очереди. Вот. Это все, конечно, оставит гораздо более серьезный отпечаток. И, естественно, с положительной точки зрения. Закончилась сборка ногами, в которой я выступил не так удачно, как хотелось бы. Закончилась первая попытка мультиблайнда. И там тоже все было не так удачно, как хотелось бы. Но чемпионат мира, нервы, все дела. Надо на эту скидку тоже делать. Нет, у меня был результат 8 из 10 за 57 минут и 59 секунд. Но вторая попытка, надеюсь, будет лучше, если не завалю. И что самое интересное, только что был поставлен мировой рекорд по сборке с Кьюба. Очевидно, не этим парнем, который собирает его уже долго, так же долго, как и я. Очевидно, что мировой рекорд поставил кто-то другой. Может быть, Джонатан Клоско, может быть, кто-то еще, не знаю. Ну, тут раздавались громкие аплодисменты. 1,68 секунды. Именно за это время с Кьюб был собран кем-то из парней, находящихся сейчас на сцене или где-то рядышком. Дорогие друзья, вот такие участники есть на чемпионате мира. Как зовут эту красавицу? Хом Ян Чан. Интересно, сколько ей лет? Вот это красавица. Ну, просто потрясающе. Самое мотивирующее видео на свете, дорогие друзья. Фантастика. Извините, пожалуйста, сколько она летит? Ты знаешь, она 3 лет. Трехлетняя девочка на ваших глазах только что собрала Кубик Рубика. Фантастика. Полноценная участница чемпионата мира в госпит-кубингу в 3 года. Ее даже из-за стула-то еще не видно. Она такие чудеса с кубиком вытворяет. Остальные участники, конечно, постарше. И некоторые из них сейчас будут участвовать в финале сборки такой головоломки, как Клок. Себастьян Ару на ваших экранах. Своеобразный человек. Немножечко. Сосредоточен. Настроен на хороший результат. Он открывает этот финал. Говорит, готов. Осматривает головоломку. На это у него есть 15 секунд. Ему понадобилось меньше времени. Все. 7,79 первая попытка. Веду свой репортаж из комнаты отдыха на чемпионате мира по спит-кубингу 2015 года. Вот. Здесь все прикольно. Я вчера сюда зашел и не понял, что это за комната такая, почему здесь шахматы стоят. Оказывается, это возможность для участников вот так вот расслабиться, отойти от темы спит-кубинга и заняться чем-то другим, но тоже интеллектуальным. Парень тренирующий. Блайнд. И еще ребята тренирующие какие-то виды сборки. Красивые надписи на стенах. Вот написано название колледжа. Всякие рисуночки. Клевые, на мой взгляд. Необычные. Как вот этот кораблик. Или вот этот кораблик. Дорогие друзья, сейчас я наблюдаю за чемпионатом мира с позиции участника. Вот она зона ожидания. Тут уже почти никого. Вот судьи. Они сегодня в голубом. Вчера были в фиолетовом. Вот там еще одна зона ожидания для другой группы. Там Феликс Земдекс и Ноа Артурс. О чем-то мило беседуют. Зрители, которые собрались, чтобы посмотреть на то, как Феликс и другие участники собирают кубик 4х4. И аплодируют время от времени, когда видят хорошие сборки. Я сейчас тоже сделал одну сборку, но она правда очень нехорошая. Больше двух минут. Надеюсь, что следующая моя попытка будет лучше. Вот. А вот он я, кстати. Вот так вот я сегодня выгляжу. Ну, чуть-чуть похож на человека. Это радует. Вот такая вот обстановочка на чемпионате мира. Феликс Земдекс собирает кубик 4х4 на ваших экранах. Правда, кубик закрыт ведром. Ничего не видно. Видно только как с сумасшедшей скоростью руки Феликса. Крутят кубик. 27 секунд результат от Феликса. Фантастика какая-то. А вот Энтони Брукс на ваших экранах. Один из знаменитейших спикт-куберов планеты. И вот еще много-много людей, приехавших на этот чемпионат. Либо пособирать кубик, либо кого-то поддержать из своих родственников. Много здесь народу. Самые, наверное, мои масштабные соревнования. Ну, неудивительно. Чемпионат мира. Дорогие друзья, всем привет из Бразилии. Это чемпионат мира по скоростной сборке кубика Рубика. Ну, и здесь чего только нет. Во-первых, сделанный из кубиков бразильский флаг. Обратите внимание. Вот он, какой красавчик. Его, правда, чуть-чуть закрыли, но ничего. Просто много желающих с ним сфотографироваться. Вот он лежит. Из огромного количества кубиков сделан. Вот такая вот милая девочка. Сейчас с ним фотографируется. А на этом студии стоит милая сумочка в виде кубика Рубика. Не один я здесь приехал с компьютером, обклеенным наклейками. Здесь еще много людей, у которых что-то либо обклеено, либо просто напоминает кубик Рубика по форме и иногда даже по содержанию. Вот такие вот красивые кубики висят в воздухе. Организаторы сделали все возможное для того, чтобы... Все это выглядело максимально красиво. Скоро начнется сборка кубика 3х3. Основная дисциплина. И вот люди разминаются. Среди спидкуберов можно увидеть несколько знакомых лиц. Например, Франсуа Картэ. Который знаменит тем, что собрал кубик Рубика 5х5 с закрытыми глазами. Но не с первой попытки, а с 57-й, если не ошибаюсь. Известный французский блайндер Франсуа Картэ. Может быть, кого-нибудь сейчас еще из известных спидкуберов я также сделаю встречу. Прогуливаясь с камерой по территории места проведения чемпионата мира. Молодой участник. Еще несколько молодых участников. А вот то, про что я говорил. Сумочка в виде кубика Рубика. Здесь это не редкость. Очень много молодежи. Но вся эта молодежь в основном из Бразилии и Аргентины. Хотя удалось мне здесь встретить одного паренька 13-летнего. Который приехал сюда из Германии вместе с отцом. Дорогие друзья, ажиотаж здесь не просто так. Это все потому, что началась сборка кубика 3х3. Самая главная дисциплина в спидкубинге. И сейчас первая группа, в которой, кстати, Филикс Земдекс. Ажиотаж такой приличный. И вот. Люди встают, снимают это на видео, потому что, ну а как иначе-то? Он и сам себя снимает. На свою голубую крошку. Но тут все вокруг теперь с фотоаппаратами, с камерами. Абсолютно все. А он взял и ушел. Обманули. Не, вернулся, вернулся. Надеюсь, что у него будет видно. Шедевральная скорость. Дорогие друзья, вот Филикс Земдекс на ваших экранах. Крупным, очень крупным планом. Это 5.59. С ума сойти. 5.59. Зал оживился прям-таки очень сильно. Прямо на уровне. Прямо на уровне. Прямо на уровне. Прямо на уровне. К сожалению, плюс 2 секунды. Плюс 2. Это было плюс 2. Дорогие друзья, всем привет. Это чемпионат мира. У меня браслеты на руке, которые мне всегда помогают. Здесь кубик находится. Ну вот, у меня первая сборка кубика 3х3. Снимаю со штатива. Никого не просил в этот раз снимать. Поэтому, ну, оцените, что за качество будет съемки. 8 секунд. 15.09. Мой первый результат. В принципе, хорошая попытка. Очень даже хорошая. Если так и дальше пойдет, может и рекорд поставлю. Спасибо. 15.09. Спасибо большое.